В детстве каждый из нас мечтал стать пиратом, обзавестись подзорной трубой, подняться на верхушку грот мачты и смотреть, не появится ли какой-нибудь корабль на горизонте. А еще лучше купить линзы в магазине оптика и сделать из них свою собственную подзорную трубу. Но какие линзы для этого нужны? Первые подзорные трубы были изобретены в Голландии. Когда об этом узнал Галилео Галилей, он решил сам изготовить такой же инструмент. Он догадался, что для этого можно использовать слабое увеличительное стекло и сильное уменьшительное. Такая труба не уменьшает удаленные предметы, а увеличивает и приближает их. Сделаем модель телескопа Галилея, установив на оптической скамье собирающую и рассеивающую линзы. Собирающая линза будет объективом, а рассеивающая – окуляром. Посмотрим в такой телескоп на какой-нибудь удаленный предмет. Мы видим, что увеличение составляет чуть больше полутора раз. Линзы, объективы и окуляра в телескопе Галилея располагаются так, что их задние фокусы совпадают. Нарисуем три параллельных луча, идущих от одной звезды, и три параллельных луча, идущих от другой звезды. На небе эти звезды были видны под углом зрения альфа, а через окуляр мы видим их под большим углом бета. И увеличение телескопа определяется тем, во сколько раз угол бета больше угла альфа. Что же сделал Галилей, когда он построил свою зрительную трубу? Он навел ее на небо и совершил множество замечательных открытий. Он первым узнал, что Млечный Путь состоит из бесчисленного множества звезд, и что поверхность Луны неровная, но покрыта кольцевыми горами. Еще он обнаружил, что вокруг Юпитера вращаются свои собственные маленькие луны, а у Венеры есть фазы. Все свои открытия он описал в книге «Звездный вестник», опубликованной во Флоренции в 1610 году. Интерес к открытиям Галилея был огромным, ведь они переворачивали взгляды человека на устройство мироздания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова